здравствуйте дорогие подписчики и гости канала сегодня у нас будет не совсем обычный обзор смотрите какая красота у меня за спиной сегодня мы посмотрим один дачный участок с модульным домиком и будет не совсем обычный обзор как я уже сказал будем вести его вдвоем вот эту девушку вы уже видели на нашем канале всем привет это наталья она у нас уже делала обзор одного дома в медовке до наталья субботнего утра летнего дня мы проводим за городом классный объект классный загородный дом участок сегодня у нас дача 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 ты сначала скажи где мы находимся находимся мы снт энергия это рамонский район 25 километров от города сразу за коттеджный поселок изумрудный можно также проехать через старые животины как кому удобно ну в принципе от города недалеко ехали мы на на минут двадцать дольше искали поворот как нам развернуться промахнулись я больше как удобно мне 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 удобно через явно я через явно и привыкла в принципе все время ездила назад мы с вами поедем через старые животины чтобы посмотреть по инфраструктуре так опять же это снт напротив коттеджного поселка изумрудный здесь как называется снт энергия да на территории коттеджного поселка изумрудный есть магазины это пешком пешком минут десять также там есть кафе дача две остановки рядом ходят рейсовые автобусы ну конечно для дачников лучше все таки наверное на машине добираться вот рядом также где-то метров 300 озеро стрелецкое это озеро с подводными источниками которые всегда прохладные сейчас если мы успеем если будет время вам тоже это покажем и по классике 500 метров до дона музей усадьбы дмитрия вини витинова находится но пешком вряд ли на машине минут наверное 7 10 в принципе рядом очень классный памятник архитектуры сейчас к сожалению закрыты за пандемию но это не вечно поэтому такая красота может быть рядом с вашей дачей очень красивый участок озелененный то есть он это кусок природы это не классика помидоры картошка огурцы это вот такие сосны сосны пойдем по участку пойдем сюда немножко расскажешь походу вот так вот участок у нас для чего к картоку сажать нет это участок для релакса соседний участок вот мы видим где бассейн это соседний участок вдоль весь в розах да весь в розах да 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 там у них тепличка качельки они там отдыхают и находятся часто но вдоль этого граница сеткой то есть сетка рабица и как видите уже посажены деревья кое-где они побольше кое-где поменьше в принципе когда все разрастется мы друг другу мешать не будем из плодовых деревьев что у нас из плодовых деревьев час два муравейника так значит из плодовых деревьев это наверное лыча я не особо сильно конечно в этом разбираюсь но похоже алыча но это не точно но это не точно да вот это точно слива я думаю да или абрикос на юге росли слива ну в общем слива или абрикос вот и дальше тоже алыча а вот тут какие-то молодые посажены я так полагаю что это вишня по листочкам похоже и до самого конца участка если мы посмотрим также на конец участка да на участок здесь есть вот небольшой просвет мы по нему как раз сейчас идем здесь можно разбить огород если уж очень сильно тянет посадить либо какую-нибудь клубнику малину то есть какие-то фрукты ягоды в принципе можно и помидоры с огурцами посадить то есть у нас участок получается 10 соток и две трети участка у нас чего леса 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 до леса вот такого классного жательного до классного леса сосны молодые сосны тень и вот эта небольшая полосочка у нас одна треть участка который можно использовать подведение подсобного ходить кстати говоря по поводу леса здесь реально растут грибы это точно это проверено я здесь собирала маслята ну белые грибы крайне редко рыжики в основном маслята то есть это вот прям плодотворная для маслят почва и как сказала хозяйка этого участка что действительно собирает тут грибы то есть для грибников у себя собрали мало пошли гулять вокруг леса и земляника тоже растет возьмите пойдемте в тенок и посмотрим так место для бассейна мы покажем место для вашего будущего бассейна ну пойдемте так и так забор по задней границе из металлопрофиля то есть наглухо закрыта от соседей и вот здесь место для отдыха поставить мангальную зону вот здесь мы замечательный нашли кружочек куда можно было бы поставить бассейн я бы наверное даже вот сюда а точно сюда и перепутал вот сюда да вот отличное место в тени сосен кстати участок практически ровный то есть тут нету никаких булгорок впадинка сильно его равнять не нужно вот и вот опять заборчик по моему кстати этот участок продается потому что вроде бы он пустой выглядит такой неухоженный соседний участок так что при желании его можно будет купить участки здесь по 10 соток в основном наверное 12 есть цены от наверное по-моему от 250 что-то да ну вот этот участок конкретно она покупала около 400 но тут зависимости от количества сосен на вашем участке да если он голый уже как бы ничего из себя не представляет конечно подешевле здесь две третьи участка у нас сосны замечательно так чего у нас еще интересно на нашем участке ну самое интересное нашем участке это вот этот вот модульный домик впервые такое вижу честно говорю но мне он мне приятно удивил зашел да зашел зашел да потому что я думаю это что-то такое будет какой-то вагончик ничего себе это не вагончик там просто хорома сейчас мы вам его покажем пойдемте да ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доборные элементы Внутренняя отделка Пол линолеум Светлый Стены вагонка Хвоя Лак белый Потолок ПВХ Панель белый Окна ПВХ Два стекла Три режима Внешняя ламинация Много технической информации Дверь входная ПВХ Два стекла Перегородка межкомнатная С дверью Одна штука Декоративные элементы На окнах и входной двери Брус Защитная пропитка Сосна Отделка Пола Веранды Доска Террасная Лиственница Защитная пропитка Сосна Отделка Потолка Веранды Доска Террасная Лиственница Защитная пропитка Сосна Декоративные Жалюзи Веранды Комлект Уличные электрики Светильники Ну в общем Все Для нормальной Хорошей Жизни На даче Свойно-винтовой Фундамент 9 штук С установкой На земельном участке Техническую информацию Всю сказал Так пойдем В виде показывай В этом доме Никто не жил То есть он абсолютно Новый Его построили И возникла Необходимость продать Для покупки Другой недвижимости Вот Потому что Спрашиваете все время Что это продает Что не так Все здесь так Здесь все просто Рас прекрасно Вот такие Садовые качели Пахнет Нереально Потрясающе Деревом То есть Если вас будет Смущать Что почему Тут металл Какой-то запах Наверное нет Здесь пахнет Деревом Природа Вот такие Паучки Входим Итак Здесь значит Входная дверь Полностью Остеклена Блин Я в шортер Такой Нормальный Выходной Можем себе позволить И в дом Входишь Прохлада Кондиционера Тут нету Но здесь Реальная прохлада Все сделано Из дерева То есть Это вагонка Такие спокойные Нейтральные тона Очень все Со вкусом Я бы сказала Все прям Очень по-моему Сегодня у нас В Воронеже 30 градусов Кто спрашивает Какой у нас климат У нас лето сейчас Так Значит Вот это Комната отдыха Я так полагаю Окошко Витражное Остекление Вот такое Большое Потрясающе Конвекторные радиаторы По словам Изготовителя Завода Изготовителя Да То есть они обещали Что здесь Можно будет комфортно Находиться В зимнее время До Минус 30 Но минус 30 У нас в Воронеже Не бывает У нас бывает Максимум Минус 15 И думаю Что раз на минус 30 Рассчитано То в минус 10 Вы спокойно Сможете приехать За час Прогревается Помещение Для того Чтобы здесь Можно было Комфортно Находиться На полу Как уже сказали Линолеум Ну линолеум Под доску То есть все В едином стиле Запах нового Запах ремонта Вот такая милая Кухонька Кухонная зона Но опять же Эту зону Вы по своему Оборудованию Можете обустроить Они увидели Это так Вот такие окошечки То есть продумано Все что Не буду открыть Потому что я боюсь Вазы разбить Вот Так И спальня Вот она спальня У нас еще спальня есть Да У нас есть еще спальня У нас еще вот такие Классные межкомнатные двери То есть Обычно Как дачи люди делают Дай мне боже Что не боже Все что осталось Туда и несем Здесь все новое И вполне все достойно выглядит Вполне прям Находиться здесь Очень приятно Прокладная вот такая Спальня Еще один конвектор Розеточки Электрика в дом заведена Здесь Значит Нету скважины Скважина 18 метров По-моему Да она сказала Не помню Да по-моему До 18 метров Это техническая вода Техническая Она говорила Да Да Если больше То уже питьевая Вот То есть у всех соседей Здесь скважины Бурят И пользуются водой Поливают огороды Все абсолютно новое Вообще не пользованная Вот видно даже Да и кровать новая Тоже с какими там Этикеточками С ценниками Да Крыша под скатом Ну нормальная высота Так И вот здесь Я так полагаю Что должен быть Запланирован санузел Ну это как бы По идее Так должно и быть Я думаю Да Вот такая комнатка Здесь стоит такая Раковина дачного типа Куда наливается вода Там холодно и горячее Нагреваются розетки Конвектор То есть санузел Нужно делать Поставить сюда Сантехнику Вот И тогда Здесь будет вообще Прямо все включено Ну то есть По сути Минусы какие Давай перечислим По минусам Что здесь нет воды Да То есть Если туда заехать Сразу первым делом Потому что как жарко Надо делать воду Надо делать воду Потому что без воды На даче Ну ни туда ни сюда С собой привозить Ее пить А если А если бассейн набирать Еще Нет Надо воду Потом по минусам Ну что нужно Доделать санузел Да То есть он как бы Не оборудован Стоит только раковина И все И в принципе Я не знаю Чего еще по минусам На мой взгляд Все Удаленность от города Минимальная Природа Потрясающе красивая Рядом озеро Опять же Для меня дача Без водоема Это не дача Первым делом Когда этот объект пришел Я сделала анализ По тому Где здесь можно покупаться И вот как раз таки В этом озере Ну я думаю Что сейчас туда едем Да Да Покажем Рикодон Рыбалка Отдых То есть это место Для отдыха Это дача Не для Привычного Ее использования Нашими бабушками Не для того Чтобы пахать Упахиваться Да Для того Чтобы отдыхать Здесь очень красиво Когда вечером На улице темно Горит свет И вот Вид вот на этот Участок Опять же Очень красиво Смотрится домик Снаружи Вечером То есть Это вот окно Светится Вот такая вот Красота По земле Что по земле Как вы считаете Павел Петрович Если здесь Посадить Сад Можно будет Ее Сильно удобрять Нет Ну здесь По сути У нас Что Клубничку Никаких проблем Ну да Клубничка Песченая А что-то там Огурчики Помидорчики Конечно Нужно будет Чернозем завозить А если вот Деревья Типа яблони Вот это все Обновлять Растут Ну растут Да Вот я просто смотрю Что у соседей Очень мощная вишня Засыпана Вся просто Обсыпная Вот Это почва Такая плодородная Или они сюда Что-то заведут Ну для вишни Я думаю Что да Подойдет Вот Так Ну что ж В принципе Вам все показали Вот этот столик Со стульями Можно мне кажется Выносить на улицу Ну наверное Для этого собственно И предназначено Да Да И отдыхать Чтобы он стоял Вот тут на Вот этой летней веранде Да 10 соток Это в принципе Оптимальная величина Участка для отдыха Если кто-то прям Посмотрел Сказал Все мне нравится Ну где же я буду Картоху сажать Соседний участок Абсолютно пустой Продается Я говорю По минимальной цене Если будет интерес Звоните Узнавайте Мы вам все расскажем Так Ну в принципе все Вот щит электросчетчика По оплате Там членские взносы Сколько она говорила По-моему Ты меня спрашиваешь? Да Не понял 4 тысячи в месяц Я вспомнила Пока Спрашивала Ой в месяц Господи В год 4 тысячи на год Значит оплата Электроэнергии Идет по счетчику Вот щиток Счетчик висит на столбе Там То есть в принципе Платежи минимальные Как во всех СНТ Они конечно же есть Но они Небольшие Ну я все сказала Нет Цена А о Цена Сколько стоит Эта премь Да Я думаю Что вы будете Приятно удивлены Ценой Потому что цена Этого домика С участком Этого кусочка рая Совершенно недалеко От города Всего лишь 980 тысяч рублей То есть это даже Ниже миллиона А давай прям так Вот калькуляцию сделаем Во сколько обошлись Хозяйки Вот эти домики Модульные домики Так Хозяйке обошелся Участок в районе 400 тысяч И домик в районе 500 То есть это По себестоимости 560 Да Ну 500 чем-то То есть Мы вышли в себестоимость Даже опять же Учесть что здесь Все таки что-то завезено Что-то сделано Что-то вырублено Что-то выровнено То есть если бы Вы сами купили Такой участок Сами стали строить Даже такой же дом Вы бы потратили Гораздо больше средств Чем бы потратить Если купите уже готовое И прям вот в первый день Приезжай отдыхай Ну вот Собственно Теперь все И твое личное мнение Мне нравится Я когда сюда Сегодня приехала Мне захотелось остаться Я думаю Боже мой Как классно Что у меня ключ От этого домика Сегодня суббота Но я конечно же Так не сделаю Вот Но вот здесь Очень приятно Да Очень приятно находиться Я думаю Что этот дом Продастся достаточно быстро Тем более Сейчас сезон Тем более Что у нас сейчас жарко Все стараются Куда-то выезжать За город на выходные Почему не сюда Здесь классно Ну что ребятки Вот такое озеро У меня за спиной Наташ Как оно называется Озеро называется Стрелецкое Стрелецкое Оно с подводными источниками Конечно Оно немножко обмельчало За те годы Пока я здесь не была То есть не видно Что усыхает маленько Но тем не менее Оно есть И люди с палатками Вдоль берега Люди с палатками Вдоль берега стоят Рыбу ловят Возможно даже Кто-то купается Мы просто такое место Нашли рыбаться Ныряй Ныряй Сделай миллион Подписчиков На нашем канале Я нет Я не могу Я боюсь Там лягушки Вон Какие-то огромные Матанты сидят В общем Водоем Возле дачи есть Не обманули мы вас Показали Такие кувшиночки Красивые Показали кувшиночки? Кувшиночки нет Пока не показали кувшиночки Показали кувшиночки Показали кувшиночки Кто-то не купил Если вы являетесь Продавцом недвижимости В Воронеже Или ближайшем пригороде И хотите Чтобы ваша недвижимость Попала на наш канал Звоните 8 920 22 99 356 Расскажем об условиях сотрудничества